всем привет я сегодня приехал в паркинг хочу позаниматься этим 403 что-то лето проходит а я на нем не езжу стоит он пылится в этом году только на одно мероприятие выехал на нем и есть повод им позаниматься появился у меня очень классный карбюратор самый наверное лучший для москвича это выбер 412 в общем очень редкий карбюратор в общем хочу я его интегрировать на этот москвич и посмотреть какая будет разница поэтому сейчас выгоняю его перегоню к свету поближе и позанимаемся поменяем карбюратор вот такой вот карбюратор выглядит он как копеечный или троечный жигулевские внешне очень похож но жиклеры и каналы у него другие вот видеть написано 412 в конце 10 в общем вот такая вот штуковина очень редкий как я говорил и офигенской едет сейчас его поставим но здесь у меня стоит обычный даст 2140 ну конечно под задушенный экологии вот поэтому у меня же еще редуктор 389 от люкса колеса 15 диаметра поэтому на первой передаче он разгоняется тяжеловато уже когда там большая скорость большие оборота там конечно он уже хорошо едет мне хочется чтобы он со старта хорошо разгонялся и я надеюсь что выбор мне в этом поможет эту штуку не крутилась вот видите какой он даже чумазый я его не снимал очень давно вообще честно говоря этот карбюратор в целом неплохой ни разу он меня не подвел напомню что я на этом автомобиле был в восьми странах мира и нигде он меня не подводил и он очень экономичный у меня расход где-то семь с половиной восемь литров ну я все-таки хочу попробовать выбор может расход и будет побольше и отдача будет тоже надеюсь лучше мне нужно сделать небольшую переделку тут вот видите качалка она работает вот так вот а в 400 с третьим она качает в другую сторону вот эту штуку видите ее нужно перевернуть то есть в принципе качает в ту же сторону только тяга устроена так что сейчас увидите она там наоборот стоит у меня поэтому надо сейчас вот эту вот эту штуку поставить так же как как здесь вот это сейчас перевернем скобой переставил видите теперь одинаково стоят теперь можно ставить карбюратор все готово вот видите вот эта качалка она работает вот по если тут родной карбюратор стоит там допустим к 50 59 то он вращается вот так вот открывается а этот где он там а этот другую сторону поэтому я эту качалку вот так переворачиваю и сюда сейчас поставлю вот за счет того что я перевернул вот он так будет у меня работать так что у нас осталось подсос трубка опережение зажигания и подача топлива все все я все подсоединил воздушный фильтр пока ставить не будем заведем так послушаем как будет работать еще хотел сказать у этого карбюратора предусмотрен обогрев вот эти трубки это охлаждающая жидкость сюда подходит отсюда выходит и тем самым он прогревается быстрее но это нужно в холодное время суток года точнее вот так как я на нем летом езжу поэтому мне мне это не нужно и я не буду подсоединять вот ну все накачиваем бензин и пробуем заводить все работает пока не очень устойчиво сейчас прогреется будем урегулировать и как у него удобно расположен винт качество большой нормальный винт можно отверткой добраться сейчас сначала закрутим ну вот вроде так ну вот мотор прогрелся до рабочей температуры и очень даже хорошо работает маленькие обороты держит супер сейчас накрываем воздушным фильтром сейчас после толка в воздушный фильтр оденем может еще понадобится регулировки а может и не понадобится все-таки надо еще его подрегулировать больше не хочет ну вот наверно как-то так все пойдет надо попробовать прокатиться слушайте ну вообще супер карбюратор прям машина преобразилась мотор задышал правда камера везде но так хочется ехать быстро очень круто мечтал я о таком карбюраторе и вот он у меня есть красота жалко быстро не поедешь у меня прошло пару дней карбюратор меня очень радует прям красота сегодня я хочу съездить в гости к одному товарищу к москвичисту у него небольшая коллекция москвичей именно вот второго поколения четыре седьмые четыре третьи четыреста одиннадцатый есть съездим посмотрим что у него и расскажу чем он занимается у него интересная очень есть картотека он собирает информацию по всем москвичам второго поколения вплоть до месяца выпуска когда что производилось где эти москвичи находятся в общем ведет такую интересную картотеку поглядим посмотрим я ему свою информацию везу он покажет мне то что он собрал какую информацию в общем пообщаемся и посмотрим его автомобили поехали я специально остановился чтобы показать какое у него ускорение вот уже сто теперь он летает вообще как ракета тут правда камеры ну такой кайф теперь на нем ехать еще больший чем был раньше еще в мотор помощнее какой-нибудь 1.7 а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 432 430 москвич 30 документом 407 да почему-то я по рулю смотрю 21000 по моему врезанные стекла да на стекла врезанные но двери туда на это вот это хороший показатель некоторые блюда 21000 21 041 один из последних 430 москвичей там уже где-то примерно наверно конец еще 3 года да это уже один из последних да здесь видно что это 430 они 32 купили моего волгоградской области достаточно недорого тоже видимо станет потому что по документам оформить не получается никак там 47 хозяина нет и он еще и в утиле по документам понятно да жалко жалко но может что-то найдется варианты 310 из рязанской области из рязани точнее даже стоял там очень долго заросший а это не тот который стоял во дворе еще мудак заросший набросший да вот я тоже видел фотки вконтакте вот где-то там выкладывали мы его нашли поехали купили договорились тоже документы оформлять там хозяином на руки пока не дошли до документов 423 знакомый у меня купил ярославлен потом его выглядит как одиннадцатый такой высокий продал мне да но но на колесах трафика поэтому так выглядит 59 год 23 москвич 23 н точнее ну тоже он гнилой не знаю наверно пойдет на донора тоже непонятно донор чего так а это тридцать второй 432 до из дагестана привезли автомобиль ничего себе он еще и бинте ну похоже да на то да но конечно варварски врезан на задние двери как всегда да очень обидно 1 а с той стороны лучше до ситуации сейчас посмотрим но 432 и это очень круто это большая редкость такой автомобиль в наших краях найти невозможно в основном все все в финляндию уезжали сейчас посмотрим под капотом он смотрите такое вы вряд ли когда ты видели английская табличка от 432 и собственно от него это очень круто напомню 432 москвичей было выпущено около 15 тысяч штук а экспортных ты и того меньше поэтому очень редкая штуковина 411 купили в тульской в тверской области товарищ его приобрел в кемерово 411 ранний номером кузова 40 да это тоже большая редкость такой ранний он даже еще с канавками да вот бампера с канавками хотя я вам когда-то говорил о том что таких бамперов быть не должно на 411 но вот видите на самых ранних машинах все-таки они были вот подтверждение тому автомобиль значит октября 58 года сейчас саша вскроет тоже он где-то был на драйве встречался товарищ там с хозяином договорился вытащили все документы там какие-то учетные карточки внесли в базы и он его купил но его как бы не хватило на реставрацию его просто покрасили валиком передний мост он тоже не смог подключить он его сделал на заднем приводе чуть-чуть на нем покатался и решил что это не его тема 8 мотор я смотрю тут свежий стоит достаточно ну а так он сильно гнилой не сказать что сильно гнилой мне кажется достаточно неплохое расстояние люди конечно есть очаги коррозии ну да уникальный у меня был 122 этот еще более ранний да круто один из последних отключей которые приобрели думали что хорошее приобретение но в итоге оказались по сути наверно донор просто потому что документы не оформляемые 424 достаточно ранний там с номером какой-то но он сам по себе редкий осуществил моему что ли у него 739 таких автомобилей было выпущено 5000 штук всего вот мы сами себе умеет плохое на нем там ездили саратове очень много ездили и очень много говорили я помню это объявление было мне он не понравился поэтому я его не стал дедушка какой-то очень крутой был видимо там саратове у него было три у него универсала две двадцать вторых волги и вот этот москвич ничего себе ну то есть в ссср и ведь три универсала наверное было круто очень 43 экспорт приобретался в крыму ну состояние надо делать скажем так вроде бы в родной краски весь но есть и пороги гниловатые крылья мы пошли и ну да комплектно достаточно да и он он один из первых именно экспортных видимо до ранее 19000 у него номер кузова это где-то декабрь 63 года один из ранних автомобилей да и вот тут рядышком следующем на базе такого 4 3 универсал 424 куплены будьяновские ну слушай неплохой такой смотрят неплохой давний усал товарищ что-то очень долго за него очень дорого хотел но потом один прекрасный день сказал что я готов его отдать по цене металла забирайте приобрели документы у него оформляемые оказались все оформили там еще один стоит 43 экспортный он был разбит и мы его купили после дтп у него левую сторону ударный кузов достаточно неплохом состоянии то есть там нет гнили нет ничего все родные пороги он даже видно коленкой фиганули в эту нижнюю панель судя по всему вмялась да там удар был в левую сторону там колесо завалено у меня сильно там брызговик он жиром левый или моего московской области тут тоже табличку посмотрим на четвертом так как автомобиль редкий интересно какой 270 какой-то на 2263 кузов и 2249 шоссе а у меня мой шоссе 2210 и кузов 2218 так что очень близки они тут еще москвичей куча разных 23 москвич был куплен в ешкар оле и куплен он из-за того что на просвет крышка багажника не просвечиваемая в общем крышка багажника у него от фургона да он был куплен только ради этой крышки еще такая хорошая она не гневая даже тоже уже готовил что-то делал с ним грунтовал здорово 410 ранее не ранее не ранее переход 410 свое время там ребята в украине проводили конкурс на драйве по поиску 407 самым ранним номером двигателя и нашли машину с каким-то номером 1200 там какую-то вот это вот ну можно сказать что он 400 мой у него номер двигателя он 410 но номер двигателя у него уже 407 619 на 1188 номер кузова кузова да да это переходной автомобиль то есть он внешне тоже с канавками с 402 молдингом без на пусима на капоте до внешне 402 но при этом уже с 47 мотором причем мотор его родной тут стоит с этим номером купили мы его головка только 8 в волгодрадской вологодской области и он со всеми раздатками с мостами все но это да это хороший экземпляр и вот видите вот эти канты они стальные и покрашены в цвет кузова это как раз атрибут либо раннего 10 либо 402 в общем на седьмых они уже на 10 на 10 н они уже были алюминиевые тут у саши под каждым кустом по москвичу стоит это что у нас 2 не из первых москвичей да какие-то приобрели второй это у нас второй москвич но это год 57 или 58 уже да судя по всему ну не ранний да по салону видно 54 до 57 да да но тут мотор конечно уже маку не раз 7 или 8 8 вот этот вот второй купили а я помню этот автомобиль да 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 у него вроде в родной мотор да точно здесь родной мотор да он слушает этот как у красенца уже деревья да ну надо и он на ходу был я помню он был на думал и даже сами на нем ездили поставку купили он там бутылочку стоит для бензина и он я думаю сейчас он заведется и поедет но не превращаясь в красенца но он такой вроде кузову плохой но кто-то вы видите пошел который под назвал и покрашивал ну а то есть как бы пригодится как донор скорее всего самый первый москвич который что началось у меня отдали мне в соседнем гаражном оперативе за 5000 рублей точно носили гаражи документов что там аннулированный учет хозяйка я ее нашел позвонила на документы у нее дома лежат но она захотела 200 тысяч из документов короче ничего себе впервые вижу чтобы вот эти рамки были хромированного да вот это мне тоже очень удивило с хромированными рамками кто-то мне кажется это сам самостоятельно самостоятельно ну то есть они не алюминиевые они заранее но хромированные ну его покрасили видимо как-то немножко недавно но он тоже он весь по полезу поэтому пытались какую-то реставрацию делать с ним но и вот я купил и думаю надо взять потом еще один-два сразу сделать потом вот подвернулся вот такой москвич в омске 430 опять же с врезанными дверями до срезанными дверями здесь как бы на кузов урок тоже там что-то вареные пороги еще что-то сделанное ну так надо будет заниматься но его уже разобрали подготовили с рабосимов 61 62 год 62 но по-моему 14000 вот тут все заржавело так даже не увидеть да да комплектный экспонат тоже приехал из Иркутска недорого был куплен со всеми мостами жирный москвич со всеми мостами раздатками все родное но документов тоже нету ой пороги то какие страшные но состояние у него кстати вообще неплохое то есть даже тут под капотом пороги не гнилые лунжероны и судя по всему родной мотор но головка 408 уже не тут все там все подвески когда может какую-то еще сделали где мы где-то на какой-то приделывали наверно мы пошли сашей компьютеров помните рассказывал что он ведет базу по москвичам номер козова номер шасси двигателя год выпуска когда они выпускались вот есть фотографии таблички либо документов около тысячи записей на данный момент 905 в базе есть вот фотографии подтверждающие каждую запись таблички или техпаспорта или чего-то еще у кого есть можете присылать очень особенно актуальны всякие 410 и 423 потому что у них сквозная нумерация двигателей с седанами и привязав их к таблице как можно большее количество станет становится понятно на на примере седана какие должны быть изменения там решетка фонари и бампера всякие лампочки давление масла и так далее и также интересно что по номеру двигателя можно понять например там шли 407 москвичи а потом раз партия 423 москвичей вышло в это время потом опять идут там 47 потом партия 30 москвичей в общем так вот очень интересно все анализировать в общем вот такая вот таблица такой титанический труд был проделан видны виден переход когда начинается с 402 на 407 да они шли в одной нумерации поэтому да там переход отследить можно да то есть примерно мы сегодня сидели тут смотрели вот тут где-то с 80 с 80 тысяч нашли 80500 первый нашелся москвич с давай включим ту с 80 1380 вот первый обнаруженный с 407 двигателем уже номер 392 и вот они шли параллельно и назывался он при этом 402 вот в базе там гибдд обнаружена была запись и они поначалу почти все назывались 402 где с какой-то определенный момент они начали называться 407 вот 1200 номер двигателя 83000 и последний известный 402 с 402 мотором 121 на 85400 то есть примерно 5000 машин вот это май 58 года они шли параллельно претерпевая некоторые изменения в кузове в двигателе там и внешне то есть то седьмые моторы ставили то опять вторые в общем такая вот была небольшая неразбериха и потом уже нашел только седьмой мотор судя по вот этой статистике имеющимся данным можно по номеру шасси даже 410 там или 423 с точностью до каждого болтика практически сказать что должно было быть что было установлено на заводе в какая комплектация была там решетка фонари там и так далее да очень круто уже вечер еду домой в общем пишите в комментариях как вам понравился александр что скажете о его автомобилях о его базе которую он ведет но я с вами буду прощаться увидимся в следующем видео всем пока не зря тебя назвали москвичом а